Одесский сувенир. Вот такие красивые грозди. Ёжики. Где-то, наверное, грамм по 400 может быть. У нас в теплице на прививке на лучезарном. Такой вот красотусик. Показываю поближе. Внешне вообще обалденный. Очень красивые такие ягодки. Длинненькие, вытянутые. Гроздочка компактненькая. Средней рыхлости. Внешне вообще шикардос. Вполне неплохо у нас вызревает. Сегодня у нас 20 сентября. Ягода полностью готова. Уже некоторое время назад ее можно было кушать. Ягода сладкая. С легким мускатом. Но шкурка терпкая. Это в нем есть. Впрочем, мне лично это не мешает. В прошлом году последние ягоды Одесского сувенира я съела на Новый год. Они прекрасно сохранились и лежали бы еще. Но их было мало и они были съедены. Чем еще хороша данная форма, особенно для теплицы? Лист не подвержен аэдеме. Не появляются пупырышки. Лист не скручивает даже при сильной жаре. Даже при сухом воздухе. Также ягода не подвержена гнилям. Что опять же в условиях теплицы очень хорошо. В принципе, созревает в нормальных условиях. Уже можно кушать в районе 15 сентября. При этом, при необходимости, ягода достаточно долго может висеть на кустах. И прекрасно сохраняться. Очень красивая ягода по цвету, по форме. Такая довольно крупная гроздья. Тоже красивые такие ежики. Прям вот хочется на них смотреть и смотреть. На 15 сентября он полностью готов. И мы его будем срезать. Как-то где-то слышала, что у нас может не созревать. Но в теплице он созревает прекрасно. Две грозди на побег. Нормальная нагрузка. Повторюсь, 15 сентября полностью готов. Нормировок мы тут никаких не проводили.